Все попытки Медведчука изнасиловать эту конституцию недолугу. Я не знаю, как по-русски сказать недолуга. Этих людей, извините, я никого не призываю, их надо публично. На моих глазах пьяный Кравчук и пьяные Ельцы на пляж вылезли. Автомат в руки, копать окопы. Масоны нами там управляют. К сожалению, нет. Нами управляют идиоты. Сейчас есть масоны в Украине? Где? Конечно. А вы тоже? Я тоже что? Из них. Друзья, добрый день. Меня зовут Виталий Продиус и это Политека. Я призываю вас подписываться на наш YouTube-канал и поддерживать независимую журналистику в Украине. Это очень важно в текущей ситуации. А также благодаря вашим лайкам к нам приходят самые интересные гости, эксперты в Украине. И сегодня я рад приветствовать в нашей студии Данила Яневского, доктора исторических наук, автора более 20 монографий, также украинского журналиста и телеведущего в прошлом. Который у меня лично ассоциируется с украинским телевидением времен независимости. Данила Борисович, здравствуйте. Здравствуйте и вы. И я сердечно зараз поремкну на российскую. Я сердечно вам благодарен за приглашение и не прошу, наказываю, да, приказываю подписаться на Политеку, точно так же, как и на мои каналы. А почему это нужно сделать? В процессе этого разговора мы скажем. Я также для нашей украинской аудитории прошу принять вот тот формат, в котором мы выбрали общение, все-таки на русском языке, потому что аудитория в Политеке международная, друзья. Ну, поэтому общаемся на широкую аудиторию, которая за пределами распространяется, а также на бывший СССР, чуть не сказал бывшую Россию, Данил Борисович. Ну, вот могло это случиться в выходные, да? У всех были ожидания, что сейчас вот Пригожинский бунт закончится тем самым распадом России. У вас были такие ожидания? Шиц хэппенс. Да, дерьмо случается. Нет, я мыслю в совершенно противоположном направлении и не в направлении развала России, который меня совершенно не интересует. Меня интересует рестат, переформатирование, как угодно это назовите, украинского государства, гражданином которого я являюсь. И я утверждаю везде и всем, глядя в глаза, так как я смотрю теперь вам в глаза, что война лучшее время для того, чтобы радикально перестроить украинское государство, которое было слеплено из известных субстанций и палках на моих глазах во исполнение решений 28-го съезда Компартии Украины, кстати сказать. Если кто-то забыл. В то же время мы воюем в том числе за границей 1991 года, и у людей такое настроение, ну вот всё-таки отвоевать тот образ жизни, который у нас был до войны, восстановить справедливость и жить так, как мы хотим, то есть так, как мы жили до этого. Это возможно? Нет, система умерла, вернуться в прошлое нельзя, смотреть надо в будущее, эти мы категорически отличаемся от этих супостатов, которые подняли руку на самое святое, что у нас есть, в том числе отбирают жизни наших детей. Вот, поэтому как бы что? Ну, как бы вот так вот. Возврата, то есть те, кто верят, вот у меня есть друзья, знакомые, женщины, которые уехали с детьми, кто-то просто... Пусть они, извините, что я позволяю вас перебивать, пусть они, люди, забудьте об этом раз и навсегда. Забудьте об возвращении в 23 февраля 2022 года. Забудьте об этом. Жить надо вперед. Пятая часть страны непригодна по биологическим условиям к проживанию. Непригодна. Реновация десятки лет заберет. Строить нужно здесь и сейчас, на том, что осталось в юрисдикции законной и легитимной украинской власти. Забудьте, не живите иллюзиями. Граница 1991 года, как вы думаете, это реалистичный сценарий? Да, нет, он не реалистичный. Он не реалистичный по целому ряду соображений, обсуждать которые у нас просто времени не хватит. Реалистичным является только одна, единственная политическая теория. Это реформа украинского государства. Радикальная реформа украинского государства. Украина была основным вопросом европейской политики в течение всего 20 века. Почему это так? У меня есть презентация на эту тему. Можно и вопрос сразу на эту тему? Вот у нас известный историк, ваш коллега Тимоти Снайдер, он говорил, что Украина в своих лекциях, ну вот я слушал на днях, они тоже были известны, что и Первая, и Вторая мировая война, Украина была в центре этих войн. Безусловно. Потому что фронт прошел в одну сторону, в другую сторону, но тогда у нас не было своей государственности. Сейчас, с 1991 года у нас было свое государство. Почему оно не справилось с задачей недопущения такой войны? Потому что оно, извините, может быть я опережаю ваш вопрос, но оно задумывалось совершенно не для этого. Оно же не для этого формировалось. Оно формировалось и создавалось и провозглашалось 24 августа. Вот этими глазами я все видел, я был в этот день в Верховной Раде, в подвале сидел, когда фракция Компартии пошла решать вопрос, что им делать. Они зачем провозгласили Низуя, они не знали, они были в шоковом состоянии, зачем? Затем, что им пришел Павличка и объяснил. Дмитрий Васильевич, да, Дмитро Павличка. Пришел, они начали орать, пусть он нам заспевает. Павличка был как бы внешним голосом Кравчука, который пришел и сказал вам простую вещь. Ребята, вы получили в свою собственность, вы владеете 25% экономического потенциала Советского Союза. Лучшего шанса не будет, как сейчас, это легитимизировать. Своими словами перед Дмитрием, опа, они провозгласили эту независимость только для того, причем кто. Самая реакционная часть внутри КПСС, это Коммунистическая партия Украины. Самая реакционная часть внутри КПСС. Становой хребет Советского Союза только для того, чтобы приватизировать то, что было и так ими управлялось. Точка. 30 лет грабежа, под этот грабеж была создана правоохранительная система, под этот грабеж была создана судебная система, под этот грабеж были созданы средства массовой информации и так далее и тому подобное. И играть в эти бирюльки, Украина, тысячу роков, шла до незалежности, национально-вызвольные измагания, я не буду. Эта безумная идея оплачена сейчас жизнями десятков тысяч наших солдат, сотен тысяч или десятков тысяч гражданских. Танил Борисович, но в то же время можно, ну оппоненты вам могут сказать, например, у меня такие мысли возникают, что были периоды, когда в Украине жилось, ну Украина была ничем не хуже и не слабее соседних стран, которые в Евросоюзе. Там Венгрии, Болгарии, Румынии, ну вот вспомните даже те же вторую половину нулевых годов, начало десятых, Евро-2012 тоже эта же страна проводила. И, ну это был какой-то показатель выхода страны на какой-то уровень международный и в целом экономический. И вопрос в чем? Вопрос в том, ну почему вы считаете, что был только грабеж, а в государстве не было, ну скажем, комфортной жизни для людей? Нет, ну какая-то жизнь была, если ее сравнивать с тем, что у нас было в 80-х годах или даже в 70-х. Безусловно, отходы производства в виде свободы слова, в виде все-таки возможности выезжать за границу и зарабатывать там, они существовали, люди этим воспользовались. Но в целом это был грабеж. В целом грабили все время. Мы что, все платили налоги? Нет. Носили, что могли, откуда могли, по советской привычке? Да. И обсуждать, почему? Ну потому что там, короче, 40 лет при коммунистах, а у нас эти коммунисты, сейчас потом были комсомольцы, после комсомольцев пионеры, сейчас октябряты рулят в стране. Хорошо. А суть одна и та же. Тогда по-другому зайдем. А какая должна быть цель у государства, в частности у украинского государства, которое вот, ну, формировалось, да, сформировалось не так давно в исторических, так сказать, измерениях? Ответ на этот вопрос известен более 500 лет. Он записан в предисловии к третьему литовскому статуту. Мы напомним вашим зрителям, что мы в течение лет 500, наверное, существовали, жили, развивались внутри самой крупной европейской империи. Назовалась Великое княжество Литовское. Лев Сапега, ее великий канцлер, в предисловии к третьему литовскому статуту, который он оплатил, написал. Единственный смысл существования государства в том, чтобы защищать и умножать права граждан. Точка. Это известно 500 лет. Украинское, напомню вашим зрителям, если кто-то из них забыл и не посмотрел по какой-то причине мою презентацию, где сведено это все в 200 слайдов, чуть меньше. 7500 лет на территории современной Украины. В границах 1991 года цивилизованные формы жизни. Начиная от польской культуры, которая трепила Кукутень и, потому что она и Румынию захватывала, заканчивая цивилизацией Советский Союз. Еще один раз. 7500 лет. Из них в течение этих 7500 лет, только если считать с 1982 года основания Киева, 40 государственных образований, 30 правовых комплексов, 70, сформировалось 70 отдельных этнокультурных территорий. У нас не было периода, когда у нас не было бы государства, основанного на законе и написанном праве. Не было. С IX века. Тем не менее, 32 года независимости будем отмечать. 24 августа этого года. Все-таки не 532. Насколько это вообще справедливый, возможно, подход? И тут еще, конечно, хочется вспомнить, что завтра у нас день Конституции. Мы пишем наш эфир 27 июня. Завтра 28. Это день принятия Конституции 1996 года в Украине. Но в то же время мы помним и большой компромисс политический, который был во время кризиса 2004 года в Украине. Оранжевая революция. Так ее знают все. Когда было принято изменение для Конституции. И мы живем, по сути, в формате парламентско-президентской республики с того времени. Ну и с автор этой Конституции теперь это человек, который в России, Виктор Медведчук, которого считают предателем, который имеет соответствующие криминальные дела тут в Украине, но которого по обмену отправили туда. Соответственно, ну вот как относиться к этому факту? Относиться прохладно. Надо понимать совершенно ясно, что Конституция 1996 года была принята с перепугу. Верховная Рада Украины просто перепугалась ультиматумом Дмитрия Владимировича Табачника, который озвучил позицию президента Кучина, что разгонюсь и не будет Конституции. Украина с 1991 года до 1996 года жила еще один раз по Конституции УССР, тоталитарного государства. Они просто перепугались и ночью приняли эту Конституцию. Это ежа с гадюкой скрестили в этой Конституции. Дмитрий или как его там этот черт, этот Медведчук, он такое имеет к этому отношению, как я к папскому престолу в Риме, хотя я католик. То есть именно никакого. Все попытки Медведчука изнасиловать эту Конституцию недолугую, я не знаю, как по-русски сказать недолугой. Сорвала тогда наша Украина и лично Евгения Федоровича Червоненко, который залез, это что на моих глазах происходит, он залез на стол, в зале верховного, на стул, извините, в зале заседания, взял матюгальник этот и начал орать просто, сорвав голосование за эти поправки. Что туда впихивали, это не имеет никакого значения, ни полового, ни политического. Почему это так? Потому что глава Верховной Рады, действующий Стефанчук, доктор юридических наук, сказал, вуаля, у нас в стране нет единого текста Конституции. Так что мы не знаем, что мы будем, что отмечать, какую, его нет. На сайте Верховной Рады одно, сказал Стефанчук, Министерство юстиции, второе, продают в книжных магазинах, третье, а что реально неизвестно, чем руководствоваться. Отсюда колоссальный люфт, отсюда колоссальный люфт для злоупотребления, кем судебной системы Украины, которая сгнила до конца. Ну, кстати, это большой вопрос, какая версия Конституции наиболее конституционная, да, потому что практически каждому ее изменению были вопросы, как они происходили. Более того, у нас сейчас Конституционного суда, ну, в каком он состоянии? У нас недавно сбежал глава Конституционного суда. Так он у вас тут через дорогу, он ходил, этот скотина, сволочь, мерзавец, который зарабатывал на крови украинских солдат. Он был настолько тупой по фамилии Тупицкий, что он переходил напротив, там, кафе напротив Конституционного суда, в котором писали его с утра и до вечера. Верховный суд, этот, как-то его, князь, забыл, как его фамилия, но негодяй. Князев. Князев, негодяй-мерзавец. Этих людей, извините, я никого не призываю, их вешать надо публично за такие вещи, потому что, потому что это очевидно, почему. И водить их, выкапывать руками могилы детей, которых в буче убивали и насиловали, да? Руками выкапывать. Вот что их, что им нужно делать. Так как граждане Германии, которые, да, подданы Адольфу, да, мы не имели, мы не имели понятия о том, что были концлагеря и был Холокост. Мы не знали. Так вот их заставляли руками выкапывать. Вот что нужно делать с этими людьми. И в том числе с судейским корпусом Украины, который превратил страну в беспредел правовой. Я не очень, нет. Нет, нет. Я спокойно. Беспредел. Я разделяю ваши эмоции. Думаю, многие из наших... Да у меня нет никаких эмоций, кроме презрения к этим людям. Тоже, да. Ну, это вопиющие, конечно, вещи. Ну, и практически каждый день это происходит. Вот вчера главу облсовета Тернополя, да, задержали, который тоже носил вышеланку, свобода, молодой, красивый, там. Ну, вот мы же его помним, он и на Майдане был, и везде был. Да. Ну, вот это что вообще? Это разложение политического класса, который дошел до предела своего разложения. Автомат в руки, копать окопы. Просто все. Для этих людей ничего другого не должно ждать, как именно копание окопов, да, вот это вот. Вы говорите, судебная система, вот один, извините, что забираю время. Меня товарищ попросил забрать бумажку в Печевском районном суде, столичный суд, я публичный человек, да, и прихожу туда. У меня забрать решение суда забрало четыре недели. Меня гоняли, как кота из одного кабинета в другой, оттуда, с этого этажа на этот, с этого туда. Я, в конце концов, спросил у одной осмысленной дамы, говорю, зачем они это делают? Они говорят, почему? Они, говорят, развлекаются так. Вот кровь в малом тазу застаивается у дамочек, вот они так развлекаются с людьми. Эти суды надо сжечь. Вот в буквальном смысле этого слова, сжечь, просто ментально, конечно, я не призываю никаким актом. Ну, а если какие-то практические вещи рассмотреть и с историей других стран, возможно, и практики, что нам подойдет, какой формат, вот как решить эту проблему? Да, решение, эта проблема решается в течение максимум одного месяца, этот вопрос. Это нам продемонстрировал товарищ Бонапарт, Наполеон, император всех французов. У него там в течение, он же воевал 25 лет и переформатировал все государство. Почему? Как? Институты до сих пор живут, устройство, например, территориально французской республики. Каким образом? Да очень все просто. Во-первых, он создал боеспособную армию, у нас она есть. И дальше все политические, экономические и так далее, социальные структуры подгонялись под нужды армии. Территориальное устройство, призыв, рекрутинг, социальная политика, конституция, конституция, система законов, Орден почетного региона и так далее. У нас это все при наличии политической воли можно сделать за один месяц. Вот так вот, по щелчку. Хорошо, а что сейчас мешает? Есть президентская власть, ну сейчас не секрет, что она управляет, ну она очень сильно управляет. Офис президента. Да, у нас монобольшинство, практически везде. А остальные структуры так или иначе назначены офисом президента, от прокуратуры до остальных более мелких органов. Собственно говоря, а что не дает провести изменения? Ну да, военное положение, мы понимаем, но может быть от этой модели стоит и отталкиваться и внести ее в конституцию, адаптировать под такую модель? Нет, в эту конституцию ничего вносить нельзя, ее нужно выбросить в муцер. Удержит их две вещи. Первый, отсутствие мозгов и совести. А второй, это один триллион долларов, который стоит на кону. Так утверждают женщины в метро, в котором я добрался сегодня до вас. Так прямо и говорят, один триллион долларов. Они не могут пропустить возможность распилить эти деньги. Восстановление вы имеете? Да, да. Но пока дают 60 миллиардов. Да, ну вообще, ну тоже неплохо. 60 миллиардов, тоже попиляет, там большие специалисты. Один Тимошенко чего стоил, Кирилл, по-моему. Бывший замок сопротивления. Да, совершенно справедливый. Отставленный. Так он что там, один такой? Нет, прямо мы скажем. Конституция, даже это дерьмо-конституция, она попрана ногами, мне ноги вытерли. Кто вот это власть и вытерла? Значит, первое, это отсутствие мозгов. Второе, три причины. Непонимание, что надо делать. Они медийные люди, они государственники. И третье, триллион долларов. И они не понимают эти зайчики, что никто им не даст этот триллион долларов попилять. И удар будет жесткий. Их возьмут очень жестко за причинные места. Вот можете не сомневаться. Секретарь РНБО Данилов в свое время высказывал мнение, что нужна сильная рука в стране, нужна более сильная президентская власть. Вот согласны с таким мнением? Подойдет это Украина? Нет, не согласен. Нет, не согласен я с этим. И это так, потому что нет идеальных людей. Вот книга, лежит, написано, что Джеймс Вассерман, «Секреты масонского Вашингтона». Гайдбук. Да, это все тут в картиночках очень такое все. Значит, эти ребята, которые создали цивилизацию под названием United States of America, они, кстати сказать, основные люди принадлежали к этому обществу прекрасному, они прекрасно понимали, что нет идеальных людей. Поэтому невозможно создать идеальное государство. Именно поэтому они так его сформировали. Они размазали власть по всей поверхности. Но, тем не менее, там президентская власть, и президент возглавляет правительство. Возглавляет, но его нужно понимать, что очень ограничено. Очень ограничено, потому что United States является федерацией. Чего? Правильный ответ – 50 государств. Где в каждом из 50 государств свой президент называется губернатор, своя легистатура. Но, что самое важное, своя конституция. В каждом штате она своя. И правосудие в United States of America, если ваши зрители, которые из США, они это прекрасно знают, оно отправляется не именем Соединенных Штатов, а именем народа Иллиной, или именем народа Юта, или именем народа Миссури, а не какого-то мифического американского народа. Вот-то в чем все дело. Если возвращаться к нам, высказывались предложения по, скажем так, у нас децентрализация сейчас работает, но были предложения даже по федерализации, мы знаем, но они приходили как бы из-за рубежа, да? Это как же, почему же? Это же совсем не так. Но и были украинские, да, предложения? То есть Вячеслав Черновол, если не говорится? Да, извините за... Да, при чем тут Черновол? Черновол тут совершенно ни при чем. При чем тут два человека? А именно Михаил Драгоманов, один из величайших украинских мыслителей, который именно эту идею сформулировал. Федерация незалежных федераций, да? А второй человек, гений, юридический гений всех времен и народов, украинский, Атонович Эйхельман, он был действительным статским советником, профессором права Киевского университета, который написал идеальный конституционный проект. Идеальный, который развивал политическое видение Драгоманова. Это все в косвенном образе подтвердил Институт этнографии академической, который застолио существования Академии наук рассказал нам, что существует. Потому что Украина состоит из 70 отдельных этнокультурных территорий, каждая из которых имеет свою историю. Их нас всех объединяет. Тарас Шевченко, Варенеки, Вышиванки, идея Бога, неважно в том или ином... в той или иной трактовке. И наша общая принадлежность к одному народу. К одному народу. Ну, Бенедикт Андерсон, воображаемое сообщество. Ну, я, честно говоря, я знавал, как говорил Швейк, я знавал двух Фердинандов, в том числе я знал как минимум пятерых Андерсонов. Этого вот так на ходу и не вспомню. Вопрос формирования национальной идентичности, конечно, тут основной. То есть, как она появляется вообще? Почему люди считают себя принадлежащим к какой-то общему сообществу? И как они его себе представляют? Ну, вот тезис Бенедикта Андерсона состоял в том, что это, в общем-то, воображаемая вещь. И формируется она под воздействием медиа, какого-то культурного кода и так далее. Да, это 19 век все, все эти игрушки в нации и народности. 21 век, и это, кстати сказать, война, она показала, что у нас на первом месте все-таки политическая самоидентификация. Мы все украинцы, вне зависимости от наших религиозных представлений или политических представлений, мы один народ. Мы один народ. И в этом смысле мы говорим о рождении, о субъектности впервые в нашей истории украинского народа, украинского народа, который делится, извините, который не делится, а состоит из украинцев, евреев, поляков, румынов и так далее. Так что в этом, в политическом смысле, мы все украинцы. Ну, а в текущей ситуации, вот когда у нас проблема была с сепаратизмом, да, ну, инспирированным извне, но все-таки, не будет ли это, так сказать, зрадой вот такие предложения по федеративным каким-то форматам, будет ли это вообще воспринято? Зрадой чего? Ну, потому что общество очень больно пережило вот этот момент. Какое общество? Ну, украинское общество, скажем так, если взять Крым, да, если взять вот аннексию Крыма, то, что происходило на Донбассе, да, вот тот сепаратизм или псевдо-сепаратизм. Но это же все оставило отпечаток, что есть опасность, что это опасные вещи, когда какие-то вот субъекты могут там на оригинальном уровне играть в независимость. Так если во власти сидят идиоты, продажные твари, которые сидят на российских деньгах, на российских откатах, которые спят и видят себя частью Москвы, ну, что же я могу поделать? В 94-м, да, 94-й год, когда Мешкова избрали президентом автономной республики Крым, ко мне пришли очень уважаемые люди из очень уважаемой организации, которые задали мне один-единственный вопрос. Что делать в этой ситуации? У нас штаб-квартира была в кафе на Крещатике, было очень смешно. Сидел мой коллега за соседним столовом, оператор СНН Алексей Степура, который обсуждал, как они поедут в Крым снимать войну. За этим столом сидел я, и эти очень уважаемые люди, и я им на бумажках писал пошаговку, что нужно делать в Крыму. Начинали, как сейчас помню, сказал им отключить, во-первых, им электричество, воду и все остальное. Не надо. Пусть они утонут в собственных испражнениях. Как работать с офицерским составом, как работать с их семьями, какие законодательства, что вносить. И главное, что я им сказал, ребята, если вы не внесете в Конституцию Украины пункт о национальной автономии крымских татар в составе Украины, вы получите через 5, 10 или 15 лет, вы все равно получите здесь что? Правильно. Потому что это нарыв. А нарыв нужно вырезать. А как его вырезать? Да закон есть на это, конституция есть на это, экономика есть на это, масса есть всяких методов. Только нужно хотеть это делать. Мы не хотели же. Не хотели. Пускали Лужкова с его, сего, сего? Пускали. Кто подписал 50 на 50? На моих глазах пьяный Кравчук и пьяный Ельцин. На пляж вылезли? Я ничего не придумал. Оставил же кто? Кто протянул Харьковские соглашения? Владимир Литвин, академик и глава Верховной Рады. Почему его не судят, не открыто уголовное дело? По факту государственной измене. А? Вы можете мне ответить на этот вопрос? Нет. Ну, пытались расследовать. Мы помним в 1921 году, по-моему, этот вопрос поднял. Да, пытались. Поэтому он сидит у себя на конче Заспи, по интернетам ходят его фотографии в безумной советской каске с надписью, извините, там так написано, не ссать. Наверное, он сам себе напоминает об этом. Дмитрий Борисович, времени немного, но важный момент, вот мы говорим о том, как после войны будем устраивать жизнь, как это изменит страну. Важный момент, наверное, и в том, сможем ли мы сохранить независимость под давлением всех проблем, которые создала нам война. Не только возможностей, которые мы там, и уроков, которые мы вынесем, но и элементарно долгов финансовых, которым, у нас же много кредитов, разрухи, ну и необходимости социальной поддержки огромного количества людей, которые мы нужны. Поэтому нужно увеличить, в соответствии с заветами товарища Исаака Ньютона, нужно увеличить государственный долг. Чем больше у нас будет государственный долг, тем увереннее будет себя чувствовать проект под названием «Независимая Украина». Потому что внешние кредиторы просто не дадут этому государству пропасть. Чем больше... Так в Соединенные Штаты существует. Так существовала, извините за выражение, Российская империя, которая набирала долги с Петра. Как начали, так вот и продолжают. Ленин же почему... Ленин же отменил эти царские долги, правда, отказались, хотя заплатили какую-то часть. Никто не даст уже пропасть Украине. Ни внутренние, ни вооруженные силы наши, ни прогрессивная часть нашего общества, ни западные союзники. Слишком много стоит на карте. Они могут себе этого позволить. А это не то самое пресловутое внешнее управление? Чем больше будет внешнего управления, чем больше будет у нас внешнего управления, чем больше у нас на всех уровнях власти будут представлены граждане Соединенных Штатов, Канады, Великой Британии, украинцы по происхождению, тем будет лучше. Для того, чтобы это произошло, нужно принять закон. Какой? Правильно называется закон о возвращении. Израиль так сделал? Сделал. Что государство процветает в тех условиях, в которых они находятся? Процветает. Вот и easy. Вот так. Только надо иметь политическую волю и видение, чего я хочу. Кроме того, что распилять триллион долларов. Но на этом фоне могут подняться политические силы, которые скажут, что вот нами управляют, значит, извне, масоны нами там управляют и так далее. К сожалению, нет. К сожалению, нет. Нами управляют идиоты. Я не имею в виду, конечно, законную власть и легитимную. Но идиоты. Которые не понимают, не соображают, что они делают. Но это же не моя проблема. Правда, это их проблема. Я делаю только то, что я могу делать на своем месте. Я вот книги пишу. Да. У вас 20 изданий. Больше. Больше 20. Часть из них посвящена, вот даже перед нами, проект Украина. Да. Это история, история вильных муллиров на территории Украины. Соответственно, 18, 19, 20, даже 21 века. Тут я вижу 4 книги. Ну, вообще-то их 5, но 5-й том написали мои одесские коллеги. 4. Первые 3 тома – это глоссарий, это список людей, которые работали в ложах, установлены. 4-й том уникальный – это 33 текста масонских. И все это в конечном счете изложено в книге частично, которая называется, дай бог памяти, называется «За что воюет Украина?» «За что воюет Украина?» И она воюет. А «За что воюет Украина?» А вот вы купите прочитать. Что же хотите? Ну, это призывы к нашим зрителям. Да, надо купить и прочитать. А вот что касается темы масонов, мы ее коснемся только чуть-чуть, да. Если, друзья, вам интересно более подробно обсудить этот вопрос, вы, пожалуйста, в комментариях отпишитесь, поставьте лайки этому эфиру, и, конечно же, мы тогда отдельно еще обсудим эту тему. Одну секунду. Тем, кто не поставит лайк, я не открою тайну. Тайна состоит в том, что мы, я думаю, что за пару недель запустим специальный проект, к этому посвященный, будет называться «ПЧР и Роздуми» в моих соцмережах, мы вам об этом расскажем, и он будет посвящен как раз именно этой проблематике. Почему для вас важно эту тему изучать, почему для украинцев важно знать об этой теме? Я не знаю, почему украинцам важно и что им важно, мне совершенно все равно, что им важно. Хотят жить идиотами, пусть живут, и безграмотными дураками не моя проблема. Почему я заинтересовался, потому что я прочитал Дэна Брауна, я не поверил этому всему, еще в начале нулевых годов, буквально во втором, он туда уже шесть недель стоял в бестселлере «Нью-Йорк Таймс», я удивился. И я решил все это проверить. У меня на это ушло ровным счетом восемь лет. В 2010 году я вот первую опубликовал, если можно покажу, это редчайший экземпляр, называется «Масоны, национал-социалисты, киевский политикум, геополитический контекст». 3 марта 2017 года, 15 января 2018 года. Украинские масоны. Потому что это интересно, потому что Грушевский, Скоропадский, Петлюра, Василенко Николай Прокофьевич, выдающийся украинский гений, который создал инфраструктуру при Скоропадском, украинском государстве, которая дожила до наших дней, частично, частично, не все она дожила. Они принадлежали к этой организации, мне было очень интересно просто покопаться в этом, я удовлетворял свой собственный интерес. А сейчас есть масоны в Украине? Где? Конечно, можно залезть на сайт «Великоложа Украины», там все это представлено, известно количество мастерских, так у них называются, их как бы подотделы, если можно так сказать. И какую они роль играют? Где? В Украине, в обществе? Откуда я знаю? Я знаю про тех, о которых я написал, а ныне живущих я не знаю, если бы знал, то и не сказал бы, потому что дал слово. А вы тоже из них? Я тоже что? Из них. А что вам даст это знание? Я думаю, это вопрос, который просто напрашивается. Ну, хорошо, я скажу. Что вам это дает? Что именно мне дает? Участие в таких организациях. Я не участвую в них. Я не участвую в них. Вот от слова никак. Если хотите, всю правду я скажу, я, как бы сказать, эти все книги, это компиляция. Это компиляция. В чистом виде. Людей, которые написали об этом, исследовали эту проблему, задолго до меня. Три из них живут в Украине. Надеюсь, что все живы. Виктор Савченко, Одесса, Оксана Крыжиновская, Киев, и Михаил Ходоровский. Он, по-моему, тоже и в Киеве, но он защищался в Запорожье почему-то в 99-м году. Я вот до сих пор не могу понять. А вы сказали слово проблема. А в чем заключается проблема изучения? В недоступности документальной базы. Я-то написал это почему? Я написал это потому, что моя покойная супруга, она американская гражданка, была украинского происхождения, Марта Колымец. Светлая память. Да, это человек, конечно. Это отдельный фильм они сделают. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы ездили два-три раза в год в Чикаго, Вашингтон, Нью-Йорк, Кливант и Чикаго. Я изучал, люди ходят по пивным и по мэй. Я в библиотеки ходил, в публичную библиотеку Нью-Йорка, в Великую ложу Нью-Йорка, в Вашингтоне, в библиотеку, Library Congress, Украинский Вильный университет, кажется, так он назывался, в Нью-Йорке, Украинский музей архив в Кливленде. И собрание совершенно уникальное в Чикаго, Украинский национальный музей. И у меня был доступ к этим книгам. Ну, плюс книжные магазины. Это же Америка, да, там все есть. Поэтому собрал, кстати сказать, я всю коллекцию, больше 50 книг я передал в библиотеку Национального музея медицины. Почему? Потому что очень много врачей было, во-первых. И, во-вторых, потому что там очень светлый человек руководит этим музеем, его звать профессор Вадим Петрович. Шипулин просто искренне заинтересовался этим. Мы сделали в 19-м году, в 19-м году мы сделали при участии звезд киевской оперы трехчасовую импрезу мы сделали про гармонию. Не помню, как она называется. Есть в этих ваших интернетах про гармонию. Это так потому, что из четырех композиторов, в которых играют все симфонические оркестры мира, их четыре. 80% четырех исполнителей играют. Это, соответственно, Бах, это, соответственно, Бетховен, это, соответственно, Моцарт и, соответственно, Чайковский. Так из них два, Моцарт и Бетховен, Людвиг, который Иван, это в чистом виде масонские дела. Но не масоны просто. Данил Борисович, а где можно приобрести, почитать, особенно для нашей международной аудитории, возможно, есть электронные версии. Для людей, которые хотят... Причем она же есть и в русском переводе. Я писал ее по-украински. А издать, а все очень просто. Folio.com.ua Я невский, и он вам выпадает сразу. В электронном есть, конечно, и в бумажном есть, наверное, но я не уверен. Ну что же, друзья, если вы хотите, чтобы мы отдельный эфир посвятили также вот этой теме, теме масонства в Украине, истории вопроса и проблемы, исследования данного вопроса, вы, пожалуйста, отписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях ваши вопросы, и мы обязательно организуем с Данилом Борисовичем отдельный эфир об этом. Ну, а на этом мы вынуждены заканчивать, у нас сегодня время ограничено. Данил Борисович, спасибо вам за участие. Спасибо вам, это большая честь для меня обратиться к вашей аудитории, познакомиться с вами и прочитать в ваших глазах нескрываемый интерес к тому, что вы делаете. Это первая знака профессионала. Хорошего. Спасибо вам. Спасибо вам. Благодарим за ваше время, за участие в нашем эфире. Друзья, я напоминаю, подписывайтесь на Политеку, это важно для поддержки независимой журналистики в текущей ситуации. С нами был Данил Яневский, украинский историк, доктор исторических наук, автор более 20 монографий. И еще и заслуженный журналист Украины. И заслуженный журналист. Я, кстати, сказать, извините, и народный журналист, я бы сказал. Извините, я, кстати, сказать, единственный заслуженный журналист среди докторов наук и единственный доктор наук среди заслуженных журналистов. Если это говорит о моей принадлежности к какой-то организации, то слава Богу. Друзья, также подписывайтесь на каналы Данила Борисовича в интернете, в Ютубе, да? Везде. В Ютубах, да. В ТикТоках, в Инстаграмах, везде мы присутствуем. Друзья, ну а я Виталий Продиус. Благодарю всех, кто был с нами. Спасибо вам. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!